Океан и темнота его глубин таят в себе множество тайн. Здесь, в сумраке зала Зоологического музея Карельского научного центра, вооружившись фонариком, вам предстоит познакомиться с некоторыми из них. Каждая из групп подписана и несет в себе определенный смысл, определенную тематику. Биологи разных стран уже много лет бьются над решением непростого вопроса. Какие процессы происходят в арктических водах во время полярной ночи, когда вокруг низкая температура, мало еды и совсем нет солнца. Рачок Коляну с размером всего 5 мм является источником ценных питательных веществ для рыб, птиц и китов. Но и он является хищником. Недавно выяснилось, что он способен мигрировать вслед за своей добычей одноклеточными водорослями не только под влиянием солнца, но и лунного света. Это ряд уникальных совершенно процессов и уникальных явлений, о которых мы ничего не знаем, вследствие того, что мы как раз таки не можем это первым органом чувств осознать. Экологические процессы во время полярной ночи – международная программа под руководством Норвегии. Благодаря слаженному труду более чем 120 исследователей и студентов-биологов из различных стран удалось приумножить знания об обитателях океана. В исследовании арктики принимают участие и карельские ученые. Мы сотрудничаем очень давно с Норвегией. Это наше многолетнее сотрудничество. Более 20 лет мы сотрудничаем. В рамках настоящего проекта «Полярная ночь» это 10-12 лет. Выставку уже показали в США и в Европе. Впервые в России она была показана в Москве, Петербурге, Калининграде. В Петрозаводске экспозицию можно бесплатно посетить до 3 апреля. Она рассчитана на широкий круг зрителей. Виктория Швецова, Сергей Беляев, Служба новостей.